Продолжение следует... 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 То есть фактически это спутник любой рефракционной, кераторефракционной операции. Теперь возникает вопрос, насколько актуально анализировать вот эти структурно-функциональные изменения роговицы после кераторефракционных операций. Тут есть ряд обстоятельств. Первое, естественно, распространенность кераторефракционных операций. То есть это достаточно большой блок пациентов, который исчезняется миллионами. Второе, как правило, кераторефракционная хирургия – это удел молодых пациентов. То есть мы должны иметь в виду достаточно высокую предстоящую продолжительность жизни пациентов. И это не исключает возникновение у них сопутствующих офтальмологических заболеваний. И, наконец, третье, что уже известно, что изменения роговицы могут влиять как на формирование патологических процессов, на их течение, так и на результаты методов лечения и методов диагностики нерефракционных проблем, с которыми мы приходим к сталкиваться, поскольку роговица – это объект, через который многие методы исследования вынуждены делать, как контактно, так и бесконтактно. Ну и самое главное, тоже здесь в конце нота Бена отметить, это уже давно известный факт, что нужно иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев роговица не является причиной возникновения амитропии, но это небольшой пласт миопии слабой степени, то есть фактически эти операции нельзя отнести к патогенетическим ориентированным. И это не значит, что их нельзя делать, в медицине очень много операций, которые как бы лечат симптомы, но тем не менее это нужно учитывать. Теперь алгоритм, по которому мы проанализируем вот эти сопутствующие структурно-функциональные изменения. Будем исходить из функции роговицы, это светопреломление, которое обусловлено кривизной поверхностью, светопроведение, это структура, и защитная функция, которая зависит от двух факторов, это иннервация и бимеханические свойства. Вид хирургического вмешательства, радиальная кератомия, лазерные технологии. Сразу предвосхищаю вопрос, зачем анализировать лазерную радиальную кератомию, если эта операция сейчас не выполняется, но таких пациентов очень много, они уже в возрасте, вы с ними сталкиваетесь. И второе, стаж наблюдений за этими пациентами гораздо больше, чем за пациентами, которые перенесли лазерные вмешательства, то есть те изменения, которые мы видим после радиальной кератомии, мы их уже как бы выявили на протяжении достаточно большого стажа наблюдения. Ну, начнем с функции светопреломления, естественно, которая существенно меняется после операции. После радиальной кератомии происходят существенные нарушения природной регулярности роговицы. Вот это кератопограмма, которая справа для вас, она это показывает. Значит, что в результате этого происходит? Во-первых, снижается контрастная чувствительность. Это данные, которые были выполнены, когда радиальную кератомию широко выполняли. Тогда еще не было метода аберрометрии, но можно предположить, что это следствие существенного увеличения аберрации высших порядков. И второе, что имеет клиническое значение, при расчете интерокулярных линз факт хирургии для этих пациентов, они уже возрастные, нужно применять специальные методики. То есть расчет по обычным методикам с применением стандарта кератометрии приводил к ошибкам. Уже понятно, что при послерадиальной кератомии показатель рефракции роговицы, а он заложен в этих формулах вместе с ПЗО, должен определяться по так называемой центральной точке. Теперь что происходит после лазерных технологий. Ну вот я такой термин употребил. Инвертированная регулярность рефракции роговицы. То есть в принципе, вот по топограмме, роговицы регулярны. Но если в норме у нас рефракция роговицы от центра к периферии уменьшается, то здесь наоборот увеличивается. К чему это может приводить? Ну, во-первых, возрастает уровень аберрации при увеличении объема абляции. И самое главное, вот эти зоны перехода при расширении зрачка могут влиять на мезопическое зрение. То есть в условиях расширения зрачка в сумеречных условиях попадают зоны пограничной вот этой рефракции, где она уже меняется. Это может приводить к зрительному дискомфорту. Кроме того, есть уже работы, что вот это существенное изменение кривизны роговицы может влиять на морфометрические показатели сетчатки зрительного нерва, которые мы определяем с помощью оптической конгерентной томографии. Вот вопрос, насколько нужно учитывать вот это изменение в топографии при расчете интерокулярных линз, а такие пациенты, мы уже с вами говорили, они молодеют после лазерных вмешательств. Вопрос остается открытым, хотя уже сейчас есть данные, что там необходимо вносить поправки, но они не столь существенны, как после радиальной кератотомии. Теперь функция светопроведения, ну понятно, что она зависит от структуры слоев. Радиальная кератотомия, казалось бы, все благоприятно, поскольку центральная часть роговицы наиболее важной в функциональном отношении интактна, но тем не менее эти пациенты, многие из этих пациентов отмечали и отмечают повышенную чувствительность к ослеплению. Почему? Зрачок расширяется, концы надрезов впадают в проекцию зрачка и дифракция света, и тут очень многое зависит от степени заживления надрезов. То есть там есть разные варианты, вот есть первый вариант, когда нежное заживление, есть грубое заживление. Естественно, чем грубее заживление, тем больше вероятность вот этого феномена ослепления. Кроме того, те, кто с этими пациентами сталкиваются, иногда им приходится подбирать и контактные линзы, чтобы вас не пугало, это никоим образом не влияет ни на переносимость контактных линз, ни на течение каких-то процессов. Там могут быть такие локальные очаги пигментного помутнения роговицы поверхности в флоях, но похожие на кольцо флейшера при кератоконусе. Только локализация немножко другая, она где-то в парацентральных зонах. Ну и отмечено, что как бы из-за изменения топографии роговицы нарушается стабильность слезной пленки. Лазерные технологии уменьшения толщины роговицы в центральной зоне, мы это сказали, также может быть нарушение стабильности слезной пленки после ФРК. А вообще все лазерные, очень много модификаций лазерных вмешательств, но так схематично их можно выделить на сегодняшний день в три группы. Поверхностная абляция, абляция под лоскутом, это ласик, поверхностная абляция ФРК и смайл-операция, то есть удаление лентикулы. Вот три основных подхода. После ФРК возможность субопитерлиальных помутнений, а вот после ласика, казалось бы, при обычном осмотре все прозрачно, но при конфокальной микроскопии отмечается гиперрефлексивность кератоцитов и снижение прозрачности роговицы экстрационерного матрикса. Теперь по поводу защитной функции начнем с состояния нервных волокон роговицы. Радиальная кератотомия, но вот радиальное направление надрезов, а анатомические нервные волокна входят в роговицу тоже радиально, в принципе уменьшает степень повреждения нервных волокон роговицы в ходе операции. Но тем не менее после радиальной кератотомии было отмечено снижение чувствительности роговицы с помощью эстезиометрии. Это метод контактный, с помощью волосков, но опыт показывает, что в принципе эта методика достаточно неточная и на результаты этой методики влияет очень много факторов. Что касается лазерных технологий, то тут целый букет факторов, которые могут влиять на состояние нервных волокон роговицы. Давайте их перечислим. Это может быть ножевая или фемтолазерная циркулярная диссекция, то есть формирование лоскута. А надо сказать, что анатомически нервные волокон, нервные сплетения в роговице как раз локализуются в верхней трети, то есть в той трети роговицы, где операции ЛАСИК, то есть операции ФРК, как раз выполняется абляция. Дальше. Эксимер лазерная абляция, только что мы об этом сказали. Удаление лентикулы тоже может влиять. Все зависит от глубины и объема лентикулы. Ну и, наконец, непосредственное лазерное излучение тоже может оказывать негативное влияние на состояние нервных волокон роговицы. И вот, значит, что в связи с этим происходит. Во-первых, считается, что лазерное вмешательство – это фактор развития синдрома сухого глаза, это уже доказано. Ну и второе – необходимость структурной оценки нервных волокон роговицы. То есть если они пересекаются, удаляются в ходе абляции. Ну и действительно, вот наши данные, что происходит с нервными волоконами роговицы, до операции ЛАСИК вверху, через месяц понятно, что нервных волокон гораздо меньше, но идут процессы реинервации. Вот через 8 месяцев практически реинервации. Процессы реинервации закончены. Но посмотрите, как отличается исходно картина нервных волокон роговицы и после реинервации. Я это говорю не в контексте возможных каких-то патологических процессов, которые могут возникнуть роговицы. Но если вы интересуясь офтальмологией, то сейчас нервные волоконы роговицы в последнее время рассматривают как биомаркеры системных полинейропатий, например, в неврологии и в эндокринологии. То есть состояние нервных волокон роговицы у этих больных, как бы это маркер, который позволяет предположить, насколько изменены нервные волокна, тонкие в других органах. И теперь получается, что вот эта огромная масса людей, которым выполнено лазерное вмешательство, они из этого пула как бы выбывают, поскольку непонятно, что это проявление нейропатии или это следствие операции, поэтому мы должны это в принципе иметь в виду. Теперь идем дальше. И прежде чем поговорить о защитной функции на основе роговицы, на основе биомеханических свойств, мы такие общие понятия о биомеханике роговицы. Есть такое понятие жесткость роговицы. Это устойчивость к изменению формы в результате воздействия различных факторов. И три компонента, которые формируют жесткость роговицы, это ее структура, толщина и форма. И на сегодняшний день уже есть клинические показатели, которые характеризуют жесткость роговицы. Есть прямые, это фактор резистенции роговицы, корнеальный гистерезис и ластоподъем. Есть косвенные, толщина роговицы. Теперь нужно иметь в виду, что вот эти показатели, они в очень широком диапазоне могут варьировать и могут меняться. Но, во-первых, есть индивидуальные колебания, причем в значительном диапазоне, вот вы здесь видите, и центральные толщина роговицы, и вот эти показатели, которые определяются двунаправленной пневмоапланацией. И с возрастом происходит изменение этих показателей, то есть жесткость с возрастом уменьшается роговица. Теперь в контексте жесткости роговицы нужно сказать несколько слов о принципах тонометрии. Значит, основным элементом на сегодняшний день методов тонометрии является элемент апланации, то есть воздействие на роговицу, в результате чего она немножечко уплощается, и фактически, ну это схематично, по степени уплощения рассчитывается показатель тонометрии. И это четыре метода, которые мы на сегодняшний день имеем в арсенале, апланационные методы, тонометрия по Маклакову, пневмо-тонометрии, тонометрия по Гольдману и двунаправленная пневмоапланация роговицы. И теперь совершенно понятно, что помимо жесткости, помимо истинного внутриглазного давления на показатели апланационных методов может оказывать влияние жесткость роговицы. Ну вот такая анимация, которая это все покажет. То есть давление одинаковое, но жесткость роговицы разная. И посмотрите, площадь апланации, или называется еще сегмент сплющивания, разная. То есть в принципе вывод из того, что мы сейчас обсуждали, что снижение или повышение жесткости роговицы может влиять на показатели тонометрии. Теперь вот в связи с этим давайте рассмотрим защитную функцию, биомеханические свойства роговицы. После радиальной кератомии происходит неоднородное снижение жесткости. То есть в центральной части жесткость снижается, а в парацентральной увеличивается. Первое, что мы уже отметили, это исторически известно, это повышенная чувствительность к контузионным травмам. То есть те контузии, которые неоперированная роговица переносила как-то более-менее хорошо, тут расхождение надрезов вплоть до выпадения оболочек глаза и даже приходилось инокулировать такие глаза. Теперь второе, что суточная флюктуация остроты зрения. То есть пациенты с после радиальной кератомии, часть из этих пациентов отмечали, что в разное время суток они видят по-разному, с чем это было связано, с известным фактом утреннего повышения внутриглазного давления и изменением ее формы, поскольку жесткость роговицы снижена. Теперь последнее, с чем мы начали сталкиваться в последние годы, это в принципе оптометрическая проблема и рефракционная проблема, это так называемая прогрессирующая гиперметропия. То есть у пациентов, у которых был достигнут в результате радиальной кератомии хороший рефракционный эффект, где-то в районе 60-65 лет начали отмечать сдвиг рефракции в сторону гиперметропии. Патогенез этого явления уже известен, там два фактора, снижение жесткости роговицы, повышение внутриглазного давления. То есть роговица еще больше уплощается, эффект операции усиливается, то есть в принципе эти пациенты, если они попадают к нам с рефракционной проблемой, их нужно относить к группе риска развития глоукомы. Теперь из-за этого возникают проблемы с измерением внутриглазного давления, то есть обычными аппланиционными методами достоверно определить показатель тонометрии у больных после радиальной кератомии невозможно. Это исследование, которое мы проводили, единственный выход – это применять так называемую точечную тонометрию, это прибор iCare, который есть не везде. Если этого нет, ну, понятно, что можно измерять давление, но все-таки тогда в диагностике глоукомы надо акцент делать на изменении морфометрических показателей. Теперь, что происходит после лазерных технологий. Понятно, что жесткость роговицы снижается, раз мы часть роговицы удалили, и здесь есть четкая закономерность корреляции с объемом абляции. Чем выше объем абляции, тем больше снижается жесткость роговицы. И это приводит, естественно, к погрешностям измерения внутриглазного давления. Вот здесь исследование было проведено таким образом. И у одного и того же больного, у целой группы больных, измеряли внутриглазное давление до операции и после операции. Естественно, пациенты все молодые, никакой глоукомы нет, и можно было предположить, что внутриглазное давление должно оставаться в прежних пределах. Но оно и оставалось в прежних пределах, но показатель тонометрии менялся. Значит, левый столбик до операции, правый столбик после операции. Обращаю вас внимание на два, вернее, на главный факт, поскольку тонометрия по-гольному у нас практически не используется. Наиболее распространенный метод сейчас в реальной клинической практике тонометрии во всех учреждениях это пневмо-тонометрия. Наибольшая погрешность, естественно, при пневмо-тонометрии. Меньшая погрешность при применении двунаправленной пневмоапланации, это понятно, потому что там введен показатель компенсированного по биомеханическим свойствам льгорицы давления. И самое главное, наш замечательный метод с измерением триглазного давления тонометрии по Маклакову. Вот поднимите руки, у кого есть тонометр Маклакова? Хорошо? Опустите. А у кого есть краска для тонометра Маклакова? Меньше рук должно быть, потому что это проблема. Хорошо. Теперь вопрос. Если после радиальной кератомии через какое-то время в результате повышения давления и снижения возрастного жесткости роговицы возник вот этот феномен прогрессирующей гиперметропии, что будет у пациентов после ласика или после лазера, не знаю. Поэтому я написал вопрос о возможном влиянии повышения ВГД и возрастных изменений жесткости роговицы после лазерных вмешательств остается открытым. Не знаю, будет меняться кривизна роговицы, это пока неизвестно. Теперь в результате всего того, что мы наобсуждали, какой вывод? Ну, понятно, что мы должны думать об этих изменениях и как они влияют и на выбор метода лечения, и на диагностику, но ведь как-то это надо закрепить диагностически. Вот когда нас учили, у нас было в хирургии, я помню, мы обязательно писали состояние после, например, резекции желудка. Значит, конечно, самый оптимальный выход состояние после хирургической коррекции миопии методом таким-то. И после этого уже можно перечислять возможные проблемы. Но есть одно но. Я обратился в МКБ-10. Знаете, что такое МКБ-10? классификация болезни. И прочитал там следующее. Термин состояние после хирургического вмешательства считается нозологическим синонимом диагноза состояние выздоровления после хирургического вмешательства. Я не знаю, кто это придумал. Вы понимаете, любая операция, вы же знаете, не только глазная, она может главную какому-то причину по поводу чего это было сделано коррегировать, но там появляется... Но с этим ничего сделать невозможно. Но вообще, вы знаете, что МКБ-10 и то, что мы выставляем, все-таки бывают у нас разницы, потому что иногда для того, чтобы охарактеризовать полностью состояние пациента и диагноз, недостаточно тех диагнозов, которые имеют место в МКБ-10. Так что вывод такой. Вот то, что мы с вами обсуждали, просто об этом думать и иметь в виду. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ